Зиба Мансурова Зиба Мансурова В Хатлонской области живет много узбеков. Хатлонских узбеков делят на две группы. Первые те, которые живут с 12-13 века и себя считают коренным населением. И те, которые приехали в годы освоения Варшской долины и соседних республик. Их приезд начался в 27-м году. Вначале приехала одна семья, а после в 53-е годы были приглашены жители республики Узбекистан массовым приездом в Таджикистан. Зиба Мансурова имеет детей и внуков. Вокруг Дастархана разговаривает на узбекском и таджикских языках. Уважает узбекские обычаи и традиции. Корона для невести – это старая традиция. Покрывало для головы. Невести раньше вешивали, сейчас щут золотыми нитками. Украшения невесты у нас особые. Несмотря ни на что, невеста с высшими образованиями все равно, они одевают эти украшения. Они уважают наши традиции и обычаи. Представители этнических меньшинств в Хатлонской области живут свободно и говорят на родном языке. Я думаю, что ни один представитель другой нации здесь себя не чувствует одиноко. Особенно мы и представители узбеков из ургутской местности. Всегда сохраняли и уважали свою культуру, традиции и обычаи. Можно сказать, что первыми ремесленниками, художниками, поварами, торговцами и ткачами было из этой махалы. Узбекские и таджитские традиции и обычаи, одевание одежды, проведение свадеб и другие семейные мероприятия со временем стали очень похожи. Культура у этих национальностей смешанная. Обычаи, которые есть у узбеков, есть и у таджиков. Поэтому во всех мероприятиях города мы представляем обычаи и культуры узбеков и других этнических меньшинств на показ. Хатлонские узбеки – очень творческий, трудолюбивый народ. До 92-93 годах на всю систему общественного питания, торговли, ресторанах, магазинах работали представители ургутских узбеков. Женщины дома шили халаты, тюбетики. Даже помню, мы были молодыми и на тюбетках, счивали буси, а потом мама их продала на базаре. В Хатлонской области немало школ с изучением узбекского языка. Мои старшие дети учились в узбекских школах. Сейчас, чтобы в продолжение учебы не затруднялись, внуки учатся в русских и таджиковских школах. Дома свободно разговариваем на узбекском и таджиковском языках. Зиба Мансурова работает доцентом на кафедре истории Государственного университета имени Насирихусра в городе Бухтар. У нее много учеников, и она гордится этим, что в жизни добилась многого и достойно поощряли ее труды. Я училась в узбекской школе, в университет учился в русской группе, и это было в мою пользу. Никогда и нигде мне не говорили, что я узбечка. В городе Бухтар в Хатлонской области наравне с таджиками и узбеками живут и трудятся представители и других этнических меньшинств, которые вкладывают свою долю и развитие государства. О жизни и деятельности представителей других этнических меньшинств в Хатлонской области будем говорить на следующих телевизионных передачах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok